Продолжение следует... ...неудобства для автомобилистов. Движение при этом полностью не перекрывается. Общественный и личный транспорт следует по свободным полосам. Работы планируются выполнять чемпионочно-мастичной асфальтобетонной смесью ШМА-16 на полимерно-бетонном вяжище. Работы предварительно выполняются работы по фрезерованию старого изношенного асфальтобетонного покрытия. Будет убираться кромка вдоль борта, скрываться. Будут переустанавливаться колодцы люка в уровень. И потом только начнут укладки асфальта. Из-за обильных осадков этим летом подрядчик в первую очередь ориентируется на погоду, ведь в дождь выполнять ремонт проезжей части нельзя. Согласно графику, который составили специалисты, с фрезерованием планируется справиться к концу рабочей недели за четыре ночных смены. По состоянию на утро 21 июня 8360 квадратных метров изношенного дорожного полотна уже удалили. Подготовительные работы продолжаются, после чего дадут старт укладки нового дорожного полотна. Задействовано несколько бригад. Обновление участка от аэродромной до промышленности подрядчик намерен завершить до конца июня, если не помешает погодный фактор. За соблюдением сроков следят, но основной приоритет – качество ремонта. С этим согласны и водители, которые ждали этого события почти 10 лет. С учетом обращений горожан и технического состояния проезжей части, на которой появилась колейность и другие дефекты покрытия, было принято решение включить улицу Авроры в перечень объектов ремонта в текущем году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Хорошо, что начали ремонтировать с улицы Аврора. Она уже давно пришла не в годность. И ждем с терпением, когда ее закончат. Как со стороны заказчика и МБУ дорожное хозяйство, так и со стороны общественности контроль будут вести на всех этапах. В том числе он касается качества применяемых материалов, которые в обязательном порядке подтверждаются в лабораторных условиях. Параллельно с ремонтом улицы Авроры в Самаре приводят в порядок проезжую часть на Гагарина. Как только подрядчик справится с задачей на соседнем объекте, специалисты придут на подмогу своим коллегам, чтобы усилить работу на участке от аэродромной до промышленности. К настоящему времени в Самаре силами двух генподрядчиков ремонт в рамках дорожного нацпроекта завершен на 14 объектах общей протяженностью почти 22 километра. Работами охвачены 5 объектов, участки почти в 14 километров. Андрей Горгуленко, Анатолий Головко, Николай Пифанов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин